В Сочи национальные команды по вольной греко-римской борьбе и дзюдо проводили финальные тренировки перед универсиадой. По традиции их подготовка проходила в спорткомплексе Александра Кареллина, который уже давно является не только спортивной базой для спортсменов, но и практически дома. Все члены команд находятся в своей лучшей физической форме. Эти сборные сильнейшие в мире, поэтому тренеры и болельщики возлагают на них большие надежды. Председатель совета директоров отеля «Весна» Рубен Татулян перед отъездом встретился со спортсменами и их наставниками. Очень хорошая, очень перспективная команда и готовится она к будущей Олимпиаде однозначно, только для того, чтобы привезти золото. Но у них, самое главное, нет никакого различия между сейчас Олимпийскими играми в будущем и тем турниром, который будет универсиада и в Казани. Они настроены только на золото, поэтому удачи им. Встреча прошла в пресс-центре «Весна». По словам спортсменов и руководителей отеля, все они уже давно стали семьей. И такие встречи перед серьезными турнирами помогают им морально подготовиться. Нам приятно, что тут и вольная борьба, и греко-римская ребята там дружат, там где-то с одних городов. Уже такое общение приятное. Ничего не делим, все на самом деле такая семья. Конечно, мы будем болеть и за вас. На встрече спортсмены не только приободряли друг друга, но и высказывали свои предложения Рубену Татуляну. Не обошлось и без ностальгии. Старший тренер сборной по вольной борьбе вспомнил о временах, когда первый раз приехал в «Весну». И вот мы приехали «Весна», на самом деле гостиница для нас была, после Кисловодской базы, после там, ну, других баз, Стайки, там, конечно, уровень здесь. Для нас это было, ну, шикарно, да, сказать. Но не было дворца спорта, мы ездили в Южное Смолье, и Рубен Альбертер сказал… Уже сегодня спортсмены будут в Татарстане. Впереди их ожидают серьезные поединки, проигрывать которые нельзя, ведь за них будет болеть вся страна. Всемирный универсиадо пройдет в Казани с 6 по 17 июля. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.